Кинезис 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 за которые она ответственна. Вот они как раз занимались тем, что прорабатывали эти мышечные тесты. И к 1949 году они уже описали более 100 различных мышечных тестов и написали книгу, которая так и называлась «Muscle Testing and Function» – «Тестирование и функционирование мышц». Вот это, собственно, была первая книга, в которой подробно описывалось тестирование различных мышц. И эта книга стала классической. Она выдержала переводы на разные языки, выдержала переиздание. По сути, она была первой, полной, описавшей варианты работы с мышцами. Именно они, супруги Кендаллы, дали первое определение мануального мышечного теста. То есть мануальный мышечный тест – это то, что используется во всей кинезиологии. Тогда они его использовали для определения силы мышцы. То есть напрямую мышца работает или мышца еще больна, она повреждена. И вот они как раз и писали, что, собственно, процедура и оценка мышечной силы – это две основополагающие, составляющие мануального мышечного теста. Само движение, сама процедура и умение оценить мышечную силу. По сути, свои Кендаллы открыли новую эпоху и физиотерапии, и вообще в работе с телом. Они исходили из того, что для каждого движения есть определенные мышцы. Потому что, по сути своей, наше тело все покрыто мышцами. Ну, мы так надеемся, по крайней мере. Потому что там что-то атрофируется с годами, что-то там развивается. И вот то, что мы выделяем каждую отдельную мышцу – это наша уже классификация. Вот здесь там бицепс, вот здесь трицепс, а по сути вся рука покрыта мышечной массой. И они как раз делали очень интересное дело, сделали очень важный процесс. То, что они определили конкретное движение для каждой мышцы. Как надо двигать конечность, чтобы понять, чтобы почувствовать, включить вот данную мышцу в работу. Из этого постепенно выросла спортивная кинезиология. Спортивная кинезиология является частью спортивной медицины. И она больше всего работает как раз с различными мышцами, с умением, с возможностью проработать правильно, развить нужные движения, то, что нужно для спортсменов. А, то есть только издалека видно? Ну, вот сам эту картинку. А если бы поднять, тогда меня не видно, да? Да, голова ваша будет только. Голова на картинке. Ну, вот не знаю, что тогда делать. А могут туда передвинуть, а то туда. Нет, нет, нет. Картинку, а там хуже, там всякие вот эти штучки. Давайте тогда чуть дальше, чтобы было видно картинку, а звук тогда будет идти через микрофон, и тоже будет нормально. Ну, честно говоря, картинка все равно так себе будет видно, все равно. Так, вы проверьте тогда, что микрофон работает, хоть звук, чтобы хорошо шел. Вот, и спортивная кинезиология в том числе занимается восстановлением поломанных спортсменов, да? Как восстановить движение, конечности, и самого человека, вернуть обратно его в спорт. По сути, спортивная кинезиология – это наш ближайший сосед, да? А наша история начинается с преклонной кинезиологии, которая появилась в 64-м году благодаря Джорджу Гудхатову. Джорджу Гудхатов изначально был врачом, хиропрактиком, ну, к нам это ближе всего к мануальной терапии. Он работал, он воевал даже, насколько извиняюсь, ну, как врач, он участвовал в американской части Второй мировой войны, и после войны он продолжал свою практику. И он увидел книгу Гендала и решил, что в мануальной терапии, хиропрактике, можно попробовать поработать с тестированием мышц. С чем работают хиропрактики, химмунальные терапевты? В первую очередь, с болью, естественно. Люди, когда приходят, когда у них что-то болит, просто так мало кто ходит. И он решил пробовать мышечное тестирование, определять, какая мышца конкретно повреждена, потому что до этого это никто не занимался. По книге Гендалов он начал это применять и обнаружил, что действительно при разных болевых симптомах можно обнаружить мышцы, которые хуже работают, которые болят как раз конкретно, таким образом он стал использовать вот эту технологию, технику работы с мышечным тестом. Кроме этого, к тому времени уже были описаны определенные точки. Они пришли из остеопатии. Нерролимфатические рефлексные точки, неррососудистые рефлексные точки. Они были описаны разными специалистами. Все это существовало само по себе, как бы по отдельности. Он узнал об этих точках и начал пробовать их применять. Нерролимфатические точки были описаны Чапманом в 30-е годы еще, и им приписывалась возможность влияния на лимфатическую систему, улучшать лимфоаток. И когда Бухард стал их применять вместе с тестированием мышц, он определил, обнаружил, что оказывается, все эти точки можно распределить по мышцам. То есть у каждой мышцы есть какие-то свои точки, через которые на мышцу можно влиять. Точно так же он попробовал использовать нейрососудистые точки, которые влияют на кровоток, которые улучшают кровоток. В том числе они особенно влияют на микроциркуляцию. Они тоже были уже описаны. Они были описаны врачом Терренсом Беннеттом и жили как бы отдельным файлом в жизни, в медицине. Они больше к хрустопатии имели отношение, чем к официальной медицине. Когда он стал применять эти нейрососудистые точки, точно так же стал с ними экспериментировать и обнаружил, что они тоже распределяются по мышцам. То есть он начал тестировать мышцы, так как учили кендалы. Но кендалы учили с другой целью. Они тестировали просто силу мышц. Он тоже поначалу тестировал силу мышц, поскольку работал с болью. И обнаружил, что к ним можно систематизировать и присоединить различные рефлексы, которые уже были описаны. Плюс к этому, 50-е и 60-е годы – это время, когда на Запад стали проникать знания из Китая. Традиционная китайская медицина стала появляться. Ну, тогда были каким-то образом захвачены манускрипты, их стали переводить, и стали появляться сначала французский перевод, потом английский перевод. Он это тоже читал. То есть, судя по всему, человек был очень заинтересован в окружающем мире, не останавливающийся на том, что он уже знал. Его очень заинтересовали принципы традиционной китайской медицины, в том числе идея про то, что энергия по телу не просто так вот как-то находится, а течет по вот этим энергетическим каналам, энергетическим меридиамам. Наверняка вы слышали, этим занимаются рефлексотерапевты, армфунктуристы. Вот эта идея его тоже очень заинтересовала, и он решил посмотреть, как ее можно применить. И вот после того, как он добавил еще и эти мысли, вот эти знания про меридианы, то у него сложилась такая четкая схема. Меридианы, как выясняется, связаны с определенными мышцами. То есть меридианы можно тестировать через мышцы. Меридианы в то же самое время связаны с определенными органами. Соответственно, когда мы тестируем мышцу, если мы тестируем не просто для того, чтобы узнать, сильная она или слабая, а используем ее как индикатор других показателей в организме, то через мышцу можно понять, что происходит в меридиане, что происходит в связанном с ним органе, и на все это можно воздействовать через различные системы точек, рефлексов и так далее. И вот когда у него вот эта первая стройная схема появилась, вот тогда-то он и написал статью, назвал это «прикладной кинезиологией», потому что до начала как бы это было просто тестирование мышц. И это было в 64-м году, поэтому 64-й год считается годом рождения прикладной кинезиологии. Когда мышечный тест стали использовать не только для определения силы мышцы, там, спортивные силы, восстановления после заболевания, а когда мышечный тест стали использовать и для получения другой информации. Как выяснилось, что это все возможно. Это вот одна из его молодых фотографий. Он на одном из конгрессов проводит демонстрацию того, как можно тестировать заднюю группу мышц бедра. С 1975 года в Великобритании был основан Международный колледж прикладной кинезиологии. Он работает, функционирует и сейчас. А с 90-х годов прикладная кинезиология появилась и у нас. Вообще традиционно прикладная кинезиология – это медицинская специальность, потому что там все равно надо ставить диагноз и, по сути, назначать определенное лечение кинезиологическое или какое-то иное. Но и постепенно в Великобритании появилось такое определение кинезиологии. Кинезиология – это целостный подход к балансированию движения и взаимодействию человеческих энергетических систем. Мягкое использование мышечного тестирования помогает определить те зоны, где блок или дисбаланс нарушает физическое, эмоциональное или энергетическое благополучие человека. И этот же метод помогает определить факторы, влияющие на появление подобного дисбаланса. То есть мышечный тест используется как для диагностики в начале, так и в конце. Естественные оздоравливающие силы пациента стимулируются впоследствии воздействия на рефлекторные, акупунктурные точки через определенные упражнения, изменения в диете, что приводит к увеличению физического, эмоционального, ментального и духовного благополучия. Вот это такое широкое определение кинезиологии вообще. Кинезиология – это то, где будет мышечное тестирование, где будет идея о энергии, о естественных оздоравливающих силах пациента и различные варианты воздействия. Вот это классическая триада здоровья Палмера, которая используется в преподобной кинезиологии. Триада, соответственно, треугольник. Есть три стороны здоровья. Здоровье – это ментальное здоровье, структурное здоровье и химическое здоровье. К ментальному здоровью приценно относятся все, что можно отнести к голове. Эмоции, стрессы, травмы, убеждения, взгляда на жизнь, смыслы и так далее, и так далее. Структурное здоровье. Структурное здоровье – это все, что можно пощупать руками. Это тело. Все на телесном уровне. Кости, костно-мышечная система, органы. То есть то, что мы структуру можем буквально пощупать. Эмоции особо не пощупаешь. И третья сторона – химическое здоровье. Это все, что относится к метаболизму. Начиная с достаточного потребления воды, чтобы не допускать до гидратации, правильное питание, неправильное питание, разные добавки, воздействия через химию и так далее. Все, что может подействовать на химическом уровне, на уровне метаболизма. Как полезное, так и не совсем полезное. И здесь идея, и мы ее разделяем точно так же, заключается в том, что у нашего здоровья есть вот эти три самые большие основные стороны. Структура, тело, биохимия, наш метаболизм, что мы потребляем, как мы влияем на метаболизм. И ментальное здоровье – эмоции, суждения, убеждения, стрессы, переживания. Все, что, так скажем, условно живет в голове. Для того, чтобы быть здоровым, надо, чтобы все эти три стороны были в достаточно хорошем состоянии. Были сбалансированы. Потому что, если сбивается хотя бы одна сторона, то лобносторонний треугольник сразу же перекашивается. Это всегда будет влиять на все остальное. Если структурность здоровья – да, человек упал, ногу сломал, сломалась только нога. На этом фоне настроение явно меняется, будет меняться эмоциональная составляющая. На биохимическом уровне надо что-то добавить для того, чтобы быстрее все это срасталось. Надо дать определенный покой, снять этот стресс, помочь вам пройти операцию и восстановиться. Нога восстановилась, все встало на место. Эмоциональный стресс. Произошло что-то очень грустное, печальное, например, в жизни. Утрата, потеря. Сразу за этим меняется биохимия, потому что она всегда меняется вместе с эмоциями. Меняется структура. Как она может меняться? Да, очень часто это сразу по осанке видно. Поза тела меняется моментально, хотя это может быть не сразу и заметно. То есть все будет влиять одно на другое. И поэтому, как следствие, иногда для того, чтобы помочь человеку, достаточно восстановить одну из сторон этого треугольника, эмоционально, или структурно, или биохимически. И обязательно проверить, все ли нормально на двух сторонах, на двух других сторонах. Мы с вами, вот на этом курсе по психотерапевтической кинезиологии, в первую очередь, конечно, будем идти через ментальное здоровье. Как ментальное здоровье повлияло на тело, как можно это определить, что с этим можно сделать. Потому что, например, в прикладной кинезиологии, там очевидно, что подход идет в первую очередь через структуру, через тело, через работу. С уставами, с мышцами, с позвоночником, со всем остальным. И через это идет влияние. Биохимическая сторона, мы ее тоже будем затрагивать. Уже сегодня будем ее затрагивать немножко. Но больше всего мы о ней будем говорить зимой. В феврале у нас начнется кинезиология здоровья. И там мы как раз будем брать питание, как его тестировать, как определять, что можно, что нельзя. А главное, что с этим делать. Потому что, когда очень много чего нельзя, то это тоже потеря в питательных веществах. Как это вернуть обратно в рацион? Потому что это тоже все можно сделать. Биохимическая сторона не является нашей основной. Но мы все равно про нее всегда помним. Потому что много чего можно протестировать, убрать, добавить. И тем самым через это повлиять на состояние здоровья. Так, это перевод. Дальше. И так, в 64-м году появилась прикладная кинезиология. И естественно, у Унхарта было большое количество учеников. Потому что то, что он делал, тестируя мышцы, определяя симптомы болезни, воздействуя через какие-то точки, тем самым улучшая общее состояние здоровья, оно было удивительно. Это совершенно не вписывалось ни в какую традиционную медицину. И сейчас оно рядом стоит. Наши кинезиологи всегда рядом с этим стоят. Потому что у нас все очень нетипично. И поэтому к нему пришло большое количество интересующихся людей обучаться этим новым методом. И вместе с ним они и развивали кинезиологию. Потому что доступ к телу через мышечное тестирование давал огромные возможности, открывал перспективы, что еще можно сделать. Большинство, ну практически все те, кто с ним начинали в 60-е, 70-е годы, потом, по прошествии времени, лет через 10-15-20, кто раньше, кто позже, начали основывать свои направления. Потому что, ну как бы каждый пришел со своим багажом, со своим взглядом, с пониманием, о что бы еще он хотел сделать. И поэтому постепенно вот из практики прикладной кинезиологии стали вырастать новые направления. Нас больше всего интересует направление, которое называется целебные прикосновения. Вот это его основатель Джон Тим. Его уже давно, к сожалению, с нами нет. Но это, видимо, был замечательный человек. Он решил популяризовать этот метод. И немножко поменял идею. Добавил другую немного идеологию в работу. В отличие от прикладной кинезиологии, он стал добавлять работу по всему колесу меридианов. То есть, что такое колесо меридианов? У нас есть разные системы меридианов. Есть система 12 меридианов, которые связаны с органами. Это меридиан сердца, тонкого кишечника, толстого и так далее. Вот он всю эту систему, как в соответствии с традиционной китайской медициной, он стал прорабатывать ее целиком. Запускали именно энергетические компоненты в жизни человека. Он убрал техники работы с позвоночником, поскольку без специального образования нежелательно людей допускать до позвоночника. А все остальное достаточно безопасно. И в 1972-1973 году он написал свою книгу «Целебные прикосновения», которую начал вести для всех желающих. И вот после того, как появилось «Целебные прикосновения», пошел очень достаточно такой значимый взрыв развития кинезиологии. Потому что «Целебные прикосновения» брали всех, без образования. Прикладная кинезиология – это традиционное все-таки медицинское направление. Чтобы полноценным заниматься, надо знать медицину. Целебные прикосновения с другой концепцией, с другим подходом, с безопасными техниками давали абсолютно всем. И, естественно, пошло значительно быстрое развитие кинезиологии, распространение ее по всему миру. По сути, «Целебные прикосновения» – это техника оздоровления, где одна из основных идей – это энергетическое ингредиальное колесо. И к нему добавлено большое количество того, что было уже описано на Западе. Различных предвесных точек, мышечного тестирования и так далее. То, что помогает очень хорошо с этим работать. Мы с вами в течение этого года обучения в декабре будем проходить первую ступень куцелебного прикосновения. Она обязательно для получения удостоверения, потому что это классика, потому что надо уметь работать с мышцами и понимать, поэтому мы с вами еще к этому прикоснемся, и вы поймете, как в целом можно с телом работать даже без эмоций. Параллельно с этим в 80-е годы появилась в разобразовательной кинезиологии. Мы с вами берем буквально несколько самых важных, основных и интересных направлений, которые связаны с развитием кинезиологии. В 80-е годы ее основал Дэйвисон, который тоже изначально занимался целебным прикосновением. И он был тренером целебного прикосновения, инструктором целебного прикосновения практически в течение 10 лет с 70-х годов до 80-х, когда он решил отделиться и создать свое направление с фокусом больше на именно детей и обучаемость. Как работать с обучаемостью, у нас в том числе и взрослым одинаково подходит. Но, естественно, в первую очередь хочется помочь детям, поскольку вот это очень сильно зависит от решения и путь. И в образовательной кинезиологии используются разные упражнения, и некоторые вещи, похожие на образовательную кинезиологию, мы с вами будем брать на второй части антистрессовой, которая будет в октябре, поскольку у нас тоже есть большой блок работы со школьными проблемами. И школьные проблемы, как выясняется, это тема не только для детей, это тема для всех очень важная, потому что для детей, очевидно, почему важно. Они учатся лучше, они легче выбираются то, что они хотят, они с удовольствием движутся по жизни, это понятно. Но даже если это взрослый человек, который уже давно школу закончил, если остаются школьные стрессы, то вообще по жизни тяжело учиться, чему бы ни учился. А с годами у нас учеба не только и не столько вот такого рода пришел и новый знаний, узнал, а вообще как бы попробовать понять от жизни и новые уроки выучить, сделать какие-то выводы, чему-то научиться, освоить новые варианты поведения, и это все тоже тормозится, если были серьезные школьные проблемы, потому что это все про одно и то же. Как двигаться дальше, как усваивать новое, как подниматься на следующую ступеньку. Иногда под этим база проблемы – это то, что проблема с чтением, и вы выходите на эти проблемы с чтением, с удивлением их прорабатываете, и спокойно начинаете двигаться в настоящее время. Но иногда это что-то более глубокое. Поэтому у нас эта часть в следующем семинаре будет, мы там целый день будем посвящать, потом делать все три дня определенные коррекции, для того, чтобы восстановить эту обучаемость. Техники другие, не такие, как образовательные кинезиологии, в чем-то немножко похожие. Итак, в 80-е годы, опять-таки, тогда же появилось еще одно направление, которое называлось концепцией «3 в 1», и его основатель – это Гордон Стокс и Дэниел Вайтсайд. Два основателя. Их тоже, к сожалению, уже давно нет. Гордон Стокс тоже изначально был долгое время, порядка 10 лет, тренером, инструктором целебного прикосновения. Поэтому все очень много нового, оно все выросло, по сути, из тех, кто очень прицельно занимался целебным прикосновением. Он в 80-е годы встретился с Дэниелом Вайтсайдом, и они решили пойти своим путем и стали больше работать со стрессами, с эмоциональными стрессами. И «3 в 1» оно шло как приединство тела, разума и духа. К нам эту концепцию в начале 90-х привезла Кэрл Хоррис, американка. Она с 91 по 97 год у нас проводила семинары по этому направлению. Ездила по 3-4 раза в год. В общем-то, достаточно смело, потому что годы, сами понимаете, были не самые простые. Так как-то много кто к нам приезжал, мы не выдержали эти 90-е годы, кто-то один-два раза приехал и, в общем-то, на этом закрыл всю историю. А она терпеливо обучала, и, собственно, из ее семинаров появились те, кто начали заниматься сначала 3 в 1, а потом стали двигаться каждый в своем направлении. Вот там, в белом жилетике, это я. Я ее переводила в те годы, и тогда, собственно, начала с ней заниматься. Поэтому я в кинезиологии занимаюсь с 91-го года. Сначала я пришла как переводчик, а потом так и осталась. Потому что то, что там происходило, оно было очень странным, совершенно не подходившим ничему. Я к тому времени, 91-го года, уже медицинский институт закончила, была ординатора, в ординатуре училась. И поэтому у меня это все очень странно. Очень удивляло. Надо было как-то с этим разобраться. Так с этим и взбираешься. Очень интересно, потому что эффективное направление, которое, конечно же, на мой взгляд, является самым эффективным на сегодняшний момент. Ну, вот это вот такое дерево кинезиологии. Вот здесь в корнях лежит большой камень. На нем написано то, как идет правда жизни. Вот это корни. И вот здесь в корни поместили прикладную кинезиологию Джорджа Бутхарта. Потому что она, конечно же, является основным корнем, из которого все это вообще появилось. Как ствол здесь идет целебное прикосновение. Потому что благодаря работе Джона Ти, благодаря тому, что он создал целебное прикосновение, смогли развиться большое количество различных видов кинезиологии. Эти кинезиологии, вот это то, что ветвями является, их называют иногда энергетические, энергетической кинезиологией или энергетические направления. Потому что, когда мы начинаем работать, мы часто используем концепцию, что что-то заблокировалось, какая-то энергия заблокировалась, назовем это так. Или их называют специализированные кинезиологии. То есть они специализируются на чем-то. Кто-то на образовании, на профессиональной практике, на эмоциях. Здесь много разных ветвей, и, соответственно, много разных вариантов направлений. Это перевод того же дерева. А мы с вами будем заниматься психотерапевтической кинезиологией. Это направление, которое появилось уже 15 лет назад. Вот у нас вообще не убили. Вот это как-то, видите, в 2004 году. Что появилось в 2004 году? Значит, у нас в стране есть профессиональная психотерапевтическая лига. И в 2004 году была организована секция психотерапевтической кинезиологии в ППЛ. Это очень важный момент, поскольку это выход на официальный уровень существования. Ведь у большинства направлений кинезиологии одной из самых больших проблем – это то, что они неофициальные. очень трудно что-то показать, доказать. Кроме эмоций, как это было классно. Но вы понимаете, эмоции – это все-таки эмоциональный уровень работы. А хочется, когда выходишь особенно в общество и начинаешь уже профессионально этим заниматься, профессионально принимать людей. или, тем более, профессионально вести семинары, то людям, естественно, нужно что-то более весовое, чем только эмоции. Поэтому для нас это очень хороший был шаг, поскольку мы получили свое официальное место поначалу в мире психотерапии. Поскольку я психотерапевт, поэтому мне, понятно, там было интереснее все это делать. А в 2006 году наше направление было признано методом модальностью психотерапии. Поэтому для тех, кто занимается профессионально, это большой плюс. С другой стороны, то, что оно признало модальностью психотерапии, не накладывает обязательства быть психотерапевтом, если вы этим занимаетесь. Здесь как в психологии. Да, вот есть модальность психотерапии гешталь, но это не значит, что ей занимаются врачи-психотерапевты. Поэтому здесь всегда можно найти свое поле, в котором мы хорошо располагаемся. Итак, чем мы занимаемся? У нас есть два основных звена, два основных поля деятельности. Это работа со стрессом и это работа с личностью. Со стрессом мы больше всего будем с вами работать на первом году жизни, со стрессом, с телом, с физиологией. С личностью мы больше всего будем работать на втором году жизни, потому что там уже глубинные, серьезные семинары по проработке очень таких серьезных проблем. И поэтому у нас два направления. Мы можем помочь человеку выйти из стресса и восстановиться. И точно так же мы можем помочь человеку гармонизироваться вообще на личностном уровне. Помочь найти себя, встать на ноги, двинуться тем путем, который ему более привлекательен. Само направление основано на психогенетической теории модели личности. И мы его можем использовать очень-очень по-разному. Наше направление запатентовано. У нас патентное изобретение от 2006 года. То есть здесь тоже все официально идет. И мы работаем с мышечным тестированием, которое мы начнем уже сегодня потихоньку осваивать. Очень много телесной работы. Ну вот несколько человек говорили о том, что хотят освоить мышечное тестирование. Ну вообще это такая большая иллюзия, что вот вы мышцы научитесь на нее нажимать, и вы что-то там будете узнавать. Мышечное тестирование – это маленький инструмент большой-большой поликнезиологии. Мышечное тестирование – это как дверь открыть, но что дальше делать? Существует очень много всего, что дальше делать. Поэтому у нас обучение идет не 3 часа, чтобы освоить мышечные тестирования, а 2 года, поскольку очень много разной информации, с которой можно работать. Так, про личность мы сейчас не будем. Это мы с вами на следующем семинаре возьмем. Еще немножко по психотерапевтической кинезиологии. Где мы находимся? Вот наше поле, да? Мы находимся, по сути, на стыке разных направлений. А если брать глобально, то, с одной стороны, конечно, это психология. Мы очень много про эмоции, про личность, про человека говорим. Это поле психологии. С другой стороны, это однозначно поле медицины, потому что мы очень много работаем с симптомами, и можно помочь человеку с заболеваниями. Люди выздоравливают. С третьей стороны, это, по сути, педагогика, потому что очень много всего можно использовать для детей, чтобы они легче обучались, были здоровы, двигались вперед. И с четвертой стороны, это, по сути, восточные практики. Это традиционная китайская медицина, потому что много техник, мы дальше будем изучать, они стыкны. Они стыкуются с традиционной китайской медициной. Мы берем те же самые меридианы, на которых основана кинезиология. Это традиционная китайская медицина. Мы берем чакры, это из индуизма пришло. То есть очень много всего стыкуется и систематизируется, и мы к этому подходим совершенно по-другому, как это можно протестировать и как с этим можно поработать. Поэтому мы рядом с ними, со всеми, но на своем поле. Преимущества. У нас очень много преимуществ. Ну, можно, наверное, несколько самых главных назвать. Ну, то, что, во-первых, мы обращаемся к самому телу, соответственно, снижается субъективизм. Конечно, мы все равно сами всегда тестируем, поэтому субъективный компонент будет. Но, тем не менее, то, что идет ответ от тела, это дает возможность точнее все определять. Так как мы работаем с телом, то тело позволяет прорабатывать самые ранние периоды жизни, начиная от зачатия. Потому что, как только произошло зачатие, появилась первая клетка, появилось тело. Первая клетка – это начало тела. А раз есть тело, с ним можно работать. Поэтому в наших подходах мы работаем очень далеко до зачатия. Дальше. У нас строгий протокол коррекции. Протокол коррекции – это схема коррекции. Мы ее как раз за эти три дня с вами пройдем. В этом большой плюс. С одной стороны, это всегда четкость работы для кинезиолога. Если что-то забыл или не понял, что делать, открыл схему, проверил, что делать, пошел дальше. То есть все прописано, что надо сделать. Во-вторых, это безопасность для клиента. Потому что, когда идет работа по схеме, если что-то не доделали, дальше сдвинуться сложно. Тело обычно не пропускает. То есть можно вернуться, и это доделать. Поэтому строгий протокол коррекции – это большой плюс в нашей работе. Ну и, конечно же, широкий диапазон воздействия. Очень много всего можно прорабатывать. Что можно прорабатывать? Ну, вот в психотерапии существуют две модели. Медицинская модель и психологическая. Медицинская модель – это когда мы подходим с точки зрения диагноза. С каким диагнозом можно с человеком работать. Вот если смотреть медицинской модели, то есть противопоказание только одно практически, основное. И это различные психозы. То есть когда человек очень глубоко не в себе. Вообще не в себе. Ну, психозы бывают разные. Они могут быть там алкогольные. Когда у человека делирий, да, вот это как называется, белочка. Горячка, да? Белая горячка. Это может быть шизофрения, это может быть все, что угодно. Человек глубоко не в себе. Вот с этими работать точно не надо. Если человек в себе, то работать можно. Соответственно, это могут быть различные расстройства, адаптации, реакции на острый стресс, невротики, аффективные реакции, психосоматические реакции, аутоагрессии, расстройства личности, аддикции, работа с детьми, с пожилыми и с беременными. Это все показания, где мы можем безопасно использовать свои техники. Если смотреть с точки зрения психологической модели, психологическая модель опирается на запрос человека, что ему нужно. То здесь вообще противопоказаний нет. С запросом можно работать с любым. С профессиональной деятельностью, там, нет работы, мало работы, много работы, через чем много работы, не та работа, да? С возможностями масса всего бывает. Не хочу работать, хочу работать. Сложности в личной сфере, последствия различных чрезвычайных ситуаций, стрессы, связанные с медициной, лечением, операцией, диагнозом, реанимацией, реакцией, гореутратой, неуверенностью. Все запросы связаны там с общением, с отношениями, с неуверенностями и с семьей. Внутри семейные, супружеские, детско-родительские и остальные конфликты. То есть в рамках психологической модели работать можно абсолютно с любым запросом. Здесь противопоказаний нет. Ну вот то, что я сказала по общественному признанию, мы открыли секцию в 2004 году. И в 2006 году ППФ внес в наше направление о официальной операции терапии. А в 2011 году мы создали уже свою организацию, которая называется Ассоциацией профессиональных кинезиологов. Это наша профессиональная ассоциация, которая объединяет людей, занимающихся кинезиологией, любыми направлениями. Вот в 2011 году, это уже 8 лет практически прошло, еще меньше слышали о кинезиологии, чем сейчас. И еще больше стоял вопрос, как-то защитить свое пространство, найти свое пространство, легче двигаться дальше. И поэтому именно для этого была создана ассоциация помощи в развитии и в продвижении кинезиологии. Так самим кинезиологам, так и информацией, которую несет кинезиология. Мы проводим ежегодную конференцию. В этом году у нас впервые был очень большой международный конгресс по кинезиологии летом прошел. Можете заходить на наши странички, на фейсбуке. У нас до сих пор еще висят откуда-то доклады, много интересного. Мы участвуем в международных конгрессах. Это одна из фотографий с 2012 года, когда я в Барселоне участвовала в конгрессе. Ну и это одна из наших групп. У нас и наши семинары проходят. Вот основная программа психотерапевтической кинезиологии. Еще у нас отдельно идет программа целебное прикосновение. Отдельно идет программа детская кинезиология. Это наши, так скажем, официальные постоянные программы. Кроме этого, мы еще много иностранцев приглашаем, потому что очень много всего в мире уже придумано в кинезиологическом. У нас практически каждый месяц приезжают иностранцы и читают что-то новое, что было достигнуто, чему мы можем поучиться, освоить. Так что смотрите на наше расписание. Ну вот в ближайшие месяцы я никуда вас не зову, потому что первый год лучше пройти и что-то одно выучить, потому что потом уже легче будет что-то новое добавлять. Иначе в голове появляется хаос, перемешение мышц и мышц и мыслей тоже, и это не приводит ни к чему хорошему. Поэтому наблюдайте, пока учите одно, потому что когда есть хорошая база, тогда все остальное на это легко ложится. Когда нет базы, оно не ложится, а оно смешивается. И вот получается хам за голове, поэтому не надо. Проходим сначала одно. Так, несколько слов про нас. Значит, наше учреждение, институт кинезиологии, был создан в 2012 году. У нас образовательная лицензия, поэтому мы с удовольствием выдаем удостоверение и дипломы о профессиональной переподготовке. После всех программ и первого года обучения мы выдаем удостоверение о повышении квалификации. Диплом о профессиональной переподготовке мы выдаем после двух лет обучения по психотерапевтической кинезиологии. Потому что вот некоторые из вас говорили о том, что что-то хочется деятельность поменять. меняйте, два года учитесь, все осваиваете, получаете диплом, и мы вас богословляем идти дальше и работать. Так что в этом плане здесь тоже все не так сложно. Так, ну, пару слов о том, чему, как мы будем учиться. Сейчас вы на антистрессы. Первая часть. Я уже с утра сказала, мы с вами осваиваем мышечное тестирование, полную схему коррекции, берем эмоции, работаем там, как учиться, как работать с одним временем и с другим. И в воскресенье мы уже добавляем большие коррекции. На субботу будет одна большая коррекция, и в воскресенье уже будет большая коррекция. В октябре вторая часть, там мы уже добавляем очень много различных упражнений. Мы их называем коррекцией, пальцевые пробы, работаем с стрессом, связанным с обучением. И с другими стрессами. Просто обучение там как одна из таких важных тем. Затем в ноябре у нас индивидуальные особенности, семинар о том, как мы функционируем, с чем мы родились, какие особенности нам присущи, и самое главное, как с этим работать. Там основная цель научиться понимать свои мотивы поведения, потому что иногда свои мотивы тоже неясны. Чего? Виктор Степина, а вторую часть, какие числа будут в октябре? 25-й, 26-й, 27-й октября. Последние выходные октября. Вот. Очень важно понять свои мотивы и мотивы действий других. Здесь основная идея снятия стресса на самого себя и на окружающих. Это здорово помогает улучшать отношения. В декабре мы берем первую часть целебного прикосновения для того, чтобы лучше себя почувствовать с мышцами и для того, что этот семинар дает возможность работать с энергией. Потому что мы с вами больше будем про эмоции, про стрессы, про травмы, что у меня было в прошлом, что у меня будет в будущем и так далее. Целебные прикосновения, как запустить энергетическое колесо в организме, чтобы начать чувствовать себя более энергично, чтобы хватало силы работать кинезиологом, да? И всем остальным тоже заниматься. Это декабрь. 14-15 декабря. Там двухдневка. Дальше. В январе у нас идет семинар отрицания двухдневный. В марте ревность, зависть. Это применение техник, которые мы прошли. Как их, вот то, что мы уже знаем, применять к решению определенных проблем. Затем в феврале и в апреле большой семинар кинезиологии здоровья. Он тоже из двух частей состоит. Он очень объемный. В феврале в первой части там и эссенции бака, мауи, электролиты, походки, мутилинские, отцовские, надпочечники, работа с другими органами и коррекциями. А вторая часть, она посвящена желудочно-кишечному тракту. Там очень много всего, потому что ЖКТ, ну, практически очень трудно найти человека, у которого нет проблем с желудочно-кишечным трактом. В том, на каком-то из этапов, начиная там от ротовой полости до выхода, где-то что-то да не так. Поэтому у нас весь семинар посвящен этому, работа с едой, как правильно подбирать диету, чего добавить, как вернуть продукты питания обратно. работа с клапанами, тенденция грыжи пищеводного отверстия, работа с элеоцикальными клапанами, точки, реактивность, то есть там очень много всего будет. В мае семинар называется «Когда стичь изобилия о финансово-материальном благополучии». замечательный семинар, ну такой, ногами на земле, конкретно, как жить в материальном мире, почему что-то получается, а что-то не получается, как проработать эти проблемы. И в июне выпускной семинар для вас, для консультантов, соответственно, вы заканчиваете первый год обучения. Несколько моментов очень важных организационных. Значит, после каждого семинара вы будете получать накопительные сертификаты. Накопительный сертификат дается, если вы были на всем семинаре. Прогулять можно не больше десяти процентов времени от семинара, то есть где-то до трех часов у трехдневных семинаров, два часа у двухдневных семинаров, потому что если вы прогуляли больше, мы сейчас семинар вам не засчитываем, сертификат не выдаем, потому что материал вам не пройдет. Соответственно, вы этот семинар можете пройти, дойти до, что вы прогуляли, со следующей группой. Вопрос всегда в том, когда будет следующая группа. Поэтому пока следующей группы нету, ни одной, вот она сейчас и идет дальше. Поэтому по расписанию, если вы действительно собираетесь весь год закончить, внимательно смотрите, планируйте, потому что прогуливать нельзя. Для того, чтобы допустить, получить допуск на семинар консультантов в Ильине, надо пройти все семинары. Соответственно, если вы четко дороги прогуляли, этого семинара повторно не было, то вы пролетаете с семинаром для консультантов. Поэтому всего у вас 10 присутственных семинаров, за год 10 раз нормально прийти вполне можно. Еще у вас будет один семинар вебинарный, не по онлайн, а вебинар именно. Это будет вторая часть интеллектуальных особенностей. Там очень много теорий, поэтому чтобы вас сюда не вводить, опять мы его сделали онлайн. поэтому вы его будете смотреть. Это будет после ноября, после того, как вы первую часть пройдете. Там проще, там прогулять трудно. Также для тех, кто весь год заканчивает, будут практические занятия. У нас запланировано 10 минут. У нас запланировано больше, там порядка 15 практических занятий за год запланировано. Вы должны пройти за год 10 практических занятий. Это отдельный семинар. Это практика. К обеду мы распечатаем, она уже есть, расписание есть, мы его вам выдадим, чтобы вы планировали. Практика идет в четверг и в субботу. Не каждую четверг и субботу, а там конкретные даты. В четверг это вечер, по-моему, с 6 до 9, где-то здесь же. В субботу это день, с 12 до 3. Зачем нужны практические занятия? А за тем, что мы очень много всего берем на семинаре. Занятия очень насыщенные. Вы здесь практикуетесь обязательно. А это для отработки практических навыков. Особенно это важно в начале. Потому что если не получается что-то, то очень трудно идти дальше, падает мотивация и неинтересно, потому что непонятно. Поэтому практические занятия, они для вас, чтобы вы легче двигались дальше. Плюс к этому, у нас следующий семинар через месяц. Даже если вы в воскресенье все поняли, то не факт, что через месяц вы все это принесли обратно. Потому что надо этим практиковать для того, чтобы оставалось в руках и в голове. Поэтому практику посмотрите и будете вписываться. Для иногородних у нас практика по четвергам стоит перед семинаром. То есть вы можете приехать в четверг днем, пройти практику и в пятницу спокойно идти на учебу. Чтобы вам не надо было там как-то отдельно приезжать на все это. И у нас будет одна большая группа в Телеграме для того, чтобы быстро общаться, чтобы туда вам вывешивать информацию, вы могли ее сразу скачать. Потому что с рассылками кто-то там не видит почту, у кого-то она в спам уходит. С рассылками все всегда сложнее. Конечно, когда ты стараешься, ты их получаешь, но всякое бывает. Поэтому надо будет включиться в Телеграм, это бесплатная социальная сеть. Она бесплатная. Вам за нее ничего платить не надо. Вам надо ее себе скачать куда хотите. В телефон она скачивается, в компьютер скачивается. Там себя обозначить и после этого мы вас пригласим. Я вам напишу куда там случаться или вы пришлете свои данные и мы вас туда пригласим. Потому что это будет очень удобно. Там можно сразу вывешивать то, что вам надо знать. Там файлы, которые вам надо получить. То есть вместо того, чтобы рассылать с теми же практиками и так далее, мы вас спокойно там ввешаем и у вас все сразу перед глазами. Поэтому просто в это включайтесь, это нужно для вашего удобства. И для нашего тоже, чтобы мы точно знаем, что вы все увидели и не потерялись у нас. Ну, про второй год там очень много всего интересного. Это работа со сложными формами поведения, фобией зависимости и навязчивости. Это работа с детскими травмами, где отдельно прорабатывается в особенности перинатальный период. Работа с сексуальностью, с личным счастьем, с генетическим прошлым. На втором году мы с вами возьмем техники, как работать с генетикой, со своими наследствами. Наследством, не наследством, со своей наследственностью. Наследство это немножко другое. Ну, со средствами тоже можно поработать. Так, мышцы тела с избеганиями, аутоагрессия, аддикция и работа с жадностью и щедростью. То есть второй год он такой очень насыщенный и глубинный. Ну, вот, наверное, по основной информации у меня все. Помнимаем все все. Продолжение следует...